Добрый день, мои дорогие! Сейчас мы поговорим о осенней подкормке сада. Я сейчас в Леруа Мерлен. Что у нас происходит здесь? Смотрите, есть удобрение огромное количество осенних, но вы должны в первую очередь читать и состав. Давайте почитаем, что же нам предлагает фертика осень. Азот 5, фосфор 21, калий 31. То есть при таком составе, если есть азот, мы можем кормить сейчас. Сейчас у нас еще сады фактически как и летом. Мы немножечко затормаживаем рост. Но и смотрите, за счет того, что азот присутствует, наш сад еще будет с листвой. Сад будет красивый еще до ноября. Точно. Следующее удобрение. Это у нас представлено буйское удобрение. Смотрим состав. Азота меньше, фосфора мало, калия мало. Ну, я бы сказала, в буйском есть еще одна упаковка удобрения. Здесь его нету. Там состав прям вот космический. И азота нет вообще. То есть если азота нет вообще, то я с этим удобрением обычно делаю подкормку попозже. Попозже. Вы же помните, у нас еще будет с вами обязательно бабье лето. Да? Когда потеплеет, это будет октябрь. И вот в конце октября я тогда беру удобрения, в которых нет вообще азота. Но вот фертика по составу, ну просто умнички, молодцы, классно делают. Следующее удобрение давайте посмотрим. Вы должны ориентироваться. Самое главное то, что вот сейчас еще раз проговорю. Вам нужен фосфор, вам нужен калий, для того, чтобы ваши растения хорошо подготовились к зиме. И сейчас, так как у нас начало сентября, небольшая доза, доля азота нормальна, хорошо, отлично. Вот. Здесь удобрение. Ну, состав могу сказать, нет, нет, мне совсем не нравится. Читайте состав. Фосфор, калий, чуть азота можно. В Буйском есть другая упаковка, замечательная. Кстати, еще также хочу сказать, Леруа Мерлен, кто сейчас будет там укрывать свои сады, укрывать розы. Ну, вот за все года с вот этим вот дядечкой, с вот этим дядечком, укрывной материал самый лучший. Все, что касается других фирм, вот именно с дядечкой, с вот этим, не вытащу, не вытащу больших. Все, сейчас попробую. Вот, видите, с этим дядечкой. Самый лучший укрывной материал. 60 плотность. Что еще у нас? Сертика, газон, осень. Кормим, отлично. Ну, могу сказать, что я пробовала. Сейчас очень часто будут вопросы. Пробовала ли я эту фирму? Пробовала. Вы знаете, я не заметила результата. Я его один раз купила, попробовала. Поняла, что я его пробовала на весенне-летней подкормке. Мне не очень понравилось. Дальше, что касается спонбонта. Вот эта фирма, плохое качество, очень не покупать. Ну, вот и это тоже уступает очень. Поэтому, раз я попробовала, взяла, значит, удобрение этой фирмы, покормила газон, да, результата не заметила. Поэтому, и потом уже на укрывном я поняла, что просто дешевле, но оно того не стоит. Сад красивее с ним не становится. Может быть, сейчас стали лучше производить, потому что это я пробовала давно. Дальше, фертика для хвойных, ну, гера дешевле, могу сказать, поэтому я с герой. Что еще здесь есть интересного? Все, для осени, для осени фосфорно-калейное удобрение для нас сейчас самая красота. Все, минимум азота, либо совсем его нет. Ну, я бы оставила, чтобы было бы процентов 5, хотя бы 5, потому что мой сад еще будет расти. Ориентируемся на Воронеж, да. Если вы на севере, значит, вам уже нужно без азота. Если вы Краснодарский край, то вам также можно еще с азотом продолжать, потому что ваши сады сейчас... Плюс у вас было очень жаркое лето. Вам просто необходимо реанимировать ваши растения. Просто необходимо. И вы сами знаете, что они у вас еще будут красивые очень долго, до ноября. И не факт, что у вас вообще зима придет. Вот эти дождевики плохие рвутся вот здесь очень быстро. Буквально два раза оденете. Ну, по секрету всему свету, как говорится, что еще в Леруа Мерлен баки нормальные, но с ними осторожно у меня есть. Все, но основное я вам рассказала. А, не, грабли поднимали цену до 500, сейчас опустили, смотрите, 370. Грабли классные. Вы знаете, покупала на два сезона за такую цену. Сейчас возьму себе такие грабли обязательно еще. За Терри, вы знаете, что за их прихолу сейчас закупаюсь в Краснодар. Еду же, да, у нас там будет бесплатный рывок по лесной сказке. И вот набираю мишки и грабли. Все нужно с собой. Ластичных завязок очень много взять нужно будет. Не забывайте с собой привозить перчатки, секаторы. Обязательно. Грабли... Зачем? В лесной сказке есть. Но когда нас 20 человек, мы должны сами за собой убирать. Кто стрижет, тот сам за собой убирает. Правило. За нами никто убирать не будет. Поэтому готовлюсь. Готовлюсь. До встречи еще дома. Сейчас будет интересно. Ну и пока не ушла с Леруа Мерлен, хочу вам сказать частый вопрос. Чем ты? Какие ты ставишь опоры для роз, что ты ими пользуешься очень много лет? Пластиковая арматура. Покупаю пластиковую арматуру. Десяточку. Раз. Купили. Прям знаете, как делаю? Вот не разматывая вот эту вот бобину. В одном месте разрезаю болгаркой. И она сразу разворачивается с одинаковыми ровными полосочками. Очень удобно. То есть не пытайтесь. Первый раз я пыталась размотать и потом порезать. Вот прям как была кругом. Разрезали. Запомнили? Десятка. Отлично. Многолетие служит. Убрала за беседочку. Потом опять достала осенью. Суперский. Цвет выберите любой, какой нравится. Удачи вам, мои дорогие. Небольшой обзор провела неприятно и вам полезно.